Безалкогольный пиво Узнаете, чем безалкогольное пиво Может быть полезным Вот это ништяк, бля В своем выпуске про Жигули я активненько нахваливал Их безалкогольное барное Оно, конечно, было немножечко сладковатым Но мне лично очень зашло Ну а теперь настало время бросить его в бой С основными его конкурентами И выяснить, какое же безалкогольное пиво Самое вкусное, самое лучшее Понеслась моча по трубам Первый конкурент всем небезызвестная Балтика, нулевка Но нулевка это необычное Это нефильтрованное пшеничное Обычную нулевку я не стал брать Потому что, ну потому что Это все та же санина, ребята Она делается из обычной Балтики 3 И ничего нового Мы там в ней не увидим Все вспомнили эту рекламу С красивой девушкой, которая там освежает Помогает проводить переговоры Поверьте моему опыту Ни одни переговоры деловые Не проходят с участием безалкогольного пива Будь то они трезвые или будь то они в каком-нибудь там баре, ресторане Второй экземпляр это безалкогольное пиво БАТ Которое делается также у нас в России В небезызвестном городе Клин Третий экземпляр также делается в Клину Но это типа бельгийский вариант Такое безалкогольного пива от Стелла Артуа Следующий вариант приехал к нам из Голландии Это безалкогольное пиво Хугарден Которое продается вот в таких маленьких баночках Далее у нас поехали чистые немцы Первый экземпляр это Клоусталер Безалкогольное пиво Очень многие пользователи, кстати, его хвалят Следующий вариант это Волперфингер Знаменитое немецкое пиво с зайцем Светлые и темные варианты В принципе, они мне очень довольно-таки нравятся Одно из немногих вкусных немецких видов пива Следующий вариант также из Германии Это Паулайнер безалкогольный, нефильтрованный Ну и закрывает немецкую четверку Безалкогольное пиво от Everfun Кстати говоря, согласно отзывам пользователей в интернете Это чуть ли не пиво номер один среди безалкогольного Потому что оно максимально похоже на вкус классического светлого лагера Ну и последнее, скажем так, вишенка на этом безалкогольном торте Это крушовицы Черное, не алко Это единственное темное пиво безалкогольное Которое мне вообще когда-либо удавалось встречать Поэтому для меня это лично сюрприз Но, кстати говоря, это не чистая чешка Чешку? Да, чешку Производят ее у нас в Питере на заводе Хайникин И я слышал, что Хайникин безалкогольное Тоже, в принципе, хорошее Хвалят Но, честно говоря, я не люблю обычный Хайникин По мне это та же самая Моча ослиная Вот хоть убейте я в жизни не поверю Что если оригинальное алкогольное пиво гомно То из него получится что-то сносное безалкогольное Такая вот у меня, короче, команда Чупа-Чуп сегодня собралась Прям аж при виде ее вздрагиваешь немножко Потому что, ну, прям очень сложно мне сегодня придется Но, несмотря на то, что это все пиво безалкогольное Заруба будет жесткая Поэтому сегодня будет прям вот хорошенький такой батл В смысле ботл? В смысле батл Собственно, начну с предыстории Очень многие любители пива частенько обвиняют безалкогольное в том Что оно какое-то вот пустое, безвкусное, водянистое, сладкое И порой даже вообще не имеет ничего общего с обычным алкогольным пивом Проблема в том, что покупая безалкогольное пиво, люди надеются найти в нем максимальную схожесть с обычным алкогольным вариантом Получить то самое вот это вот алкогольное наслаждение, ту самую хмелевую горчинку Ну, собственно, практически все то, что очень редко можно встретить в пиве безалкогольном Почему же так, собственно, получается? А почему? Начать следует с того, что сам процесс производства безалкогольного пива существенно сложнее и, соответственно, дороже В саму технологию производства добавляются дополнительные операции А некоторые производители даже грешат И добавляют дополнительные ингредиенты и различные ароматизаторы, дабы сохранить насыщенность вкуса Ну нахер! Итак, безалкогольное пиво получается четырьмя основными способами производства Первый, наверное, самый древний Это резкое прерывание брожения Когда молекулы алкоголя еще не успевают образоваться Пиво резко охлаждает, собственно, останавливает брожение И получается безалкогольное пиво Второй, наверное, самый антигуманный способ Потому что он звучит как выпаривание Нетрудно догадаться, что готовое алкогольное пиво Просто нагревают до определенной температуры При которой весь алкоголь испаряется Но вместе с ним испаряется и вкус пива Поэтому зачастую такое пиво пить просто невозможно Далее уже пошли более инновационные способы Один из них это использование специальных пивоваренных дрожжей Именно для безалкогольного пива Они не вступают в реакцию с одним из видов сахаров Который содержится в солоде И тем самым не образуют алкоголь в процессе брожения Ну и, пожалуй, самый технологичный способ Это мембранная фильтрация Ее, кстати говоря, позаимствовали у современной медицины Поэтому способ считается дорогостоящим Влетает многим в копеечку В чем суть? Берут обычное алкогольное пиво Прогоняют через специальную систему В которой содержится мембрана Она пропускает через себя только молекулы этилового спирта Поэтому на выходе получается чистейшее безалкогольное пиво И, что немаловажно, оно максимально сохраняет насыщенность вкуса Так, ну что, довольно теорией Переходим к практике Ой, понабрал, блин, пивище Ищи теперь стаканы под них Все, вот так вот у меня отряд красиво построен Предлагаю начать по порядку Начнем мы, ну, с нашей родненькой, отечественной Балтики Она еще вот прохладненькая Остудилась до нужной температуры Кстати говоря, это очень важно при дегустации пива Об этом будет отдельный ролик Открываем, пробуем Так, запах В принципе, очень похоже на жигули барное Которое я обозревал в предыдущих выпусках Очень свеженький запах Видно, что сразу чувствуется запах солодовый Значит, сладкий Такое прям, ну, вот в лучших традициях нефильтрованного пива Пробуем Знаете, очень приятный вкус На удивление, на удивление очень приятный Довольно-таки плохо В то время, пока пиво растекается по небу Можно заметить такие вот цитрусовые нежные нотки Фруктовые В послевкусии такое вот, ну, еле улавливаемое Но 50 на 50 горчинка с кислинкой такая В принципе, приятное И не знаем, за счет чего это достигается Я, в принципе, не чувствую, что это Такое вот прям безалкогольное пиво Пустое, да Здесь, как бы, молодцы Можно поставить этому пиву за счет В отличие от обычной балтики нулевки Который вкус, ну, он вроде бы и приближен К обычной балтики тройки Но все-таки слабоватый Так, смотрим, что же у нас здесь производительный мешал Ну, как обычно, вода, солото Яченики воваренные, солото пшеничный, солодовый экстракт Комплексная пищевая добавка Спайс И тут куча в ней всяких ароматизаторов Регуляторов кислотности В общем, прям целый набор Да, да, определенно эта добавка чувствуется Именно в послевкусии И, ну, если прям, ну, сильно докопаться То можно почувствовать, что она не натуральная И есть что-то такое вот чуть-чуть искусственное В данном послевкусии Но надо заметить, что меня здесь ничего не отторгает Мне, в принципе, приятно это пиво пьется И, ну, я бы, честно говоря, покупал такое пиво в качестве безалкогольного Тем более, что оно, ну, очень сильно походит на классическое алкогольно-нефильтрованное пиво Поэтому Балтики ставим зачетик Да, ищи зачетку Следующая на очереди у меня БАД безалкогольная Из города Клин Вот Многие берут алкогольную версию БАДА Ну, такая чисто посиделочная, вечериночная версия То пиво стандартное, от которого ничего не ждем Вот Что же интересно будет в безалкогольном Посмотрим Я предлагаю сначала, перед тем, как попробовать Оценить, что у нас там в составе Все ли натурально Вода питьевая, солопивовольный ячменный Солодовый экстракт, хмельепродукты И, внимание, добавляется сюда еще рис Не знаю, зачем он нужен Какую роль здесь играет Давайте пробовать Так, ну здесь, знаете Уже на этапе оценки запаха Я могу сказать, что какой-то, чего-то ему не хватает Потому какой-то вот этот запах, он действительно пустой И, ну, еле-еле улавливается вот этот вот пивной запах Чем-то походит на Балтику Но Но очень сложно его уловить Поэтому надо пробовать Дать вам тик-так, сэм Наверное, все читается на моем лице Очень неприятный вкус Очень неприятный Мне его хочется запить чем-то другим Заесть Ну, сразу, сходу У тебя прям вот врезается в твои кусовые рецепторы Вот какая-то вот такая неестественная кислинка И прям от которой вот прям вот сдракиваешь аж И в конце, в послевкусии Такая, ну, а-ля такая хмелевая горчинка Вот, и причем она неприятная И остается такое очень-очень неприятное послевкусие Короче, этому пиву не зачет Скорее хочется перейти к следующему пиву Стелла Артуа безалкогольная Ага, крышечка, как обычно, не отвинчивается Но у меня есть открывашечка Так Что же у нас тут в составе? Есть вода питьевая, сол, пиваренный, ячменный Рисовая или кукурузная крупа Глюкозно-фруктозный сироп Хмель и хмель-продукты Ага, то есть это пиво должно иметь какие-то там фруктовые нотки Сейчас мы заоценим Сильная карбонизация Пенка слабая Она, в принципе, довольно-таки быстро уйдет Цвет очень такой бледненький Что же у нас там с запахом? Никаких посторонних тонов, честно говоря, я не улавливаю Но в целом, надо сказать, что пахнет пивом Это уже радует Так что пробуем Так, запах, в принципе, не обманул С самого начала глотка Ты ощущаешь вот эту солодовую сладость Но она очень недолго Она прям на какие-то миллисекунды Следом за ней прям тебе врезается во вкусовые рецепторы Очень четкая, ярко выраженная хмелевая горчинка И она тебя сопровождает до самого послевкусия И еще долго-долго после глотка Она у меня до сих пор остается во рту Не знаю, не могу сказать, что она ошибка приятная Ну, в конце вот в послевкусии заставляет мое лицо морщиться Не знаю Многие в интернете пишут, что это достойный вариант безалкогольного пива Но мне лично он не зашел Кто любит вот самую горчинку Которая даже вяжет слегка Ну, может быть, вам зайдет Дальше пробуем Крушовицы Черные, не алко Что бутылка, что, собственно, сама этикеточка Все здесь, ну, как обычно, оформлено красиво Сварено для королей Премиум пиво Ну, что ж, давайте посмотрим, что здесь премиального Смотрим состав Вода питьевая очищенная Соло-пивоваренный, чменный светлый Соло-пивоваренный пшеничный Соло-пжженый Ну, понятно, темное пиво Солодовый экстракт Ихмель и продукты Ага, как мы здесь можем заметить Ничего лишнего абсолютно в составе в этом нет Поэтому наливаем спокойненько, со спокойной душой Ага Так, что мы здесь видим Пенка обильная Но почему-то у темного пива всегда пенка больше, чем у светлого Не знаю, с чем это связано Она такая же, как у Бада Смотрится почему-то неестественно Не знаю Так, пахнет Запах странноватый, кстати говоря Пахнет каким-то железом, что ли Отдаленно напоминает запах обычное темное пиво Но на первое ощущение могу сказать, что он какой-то неестественный Химический, что ли Поэтому надо пробовать Не очень оно приятно пьется Не очень приятное послевкусие оно оставляет Чувствуется, что здесь вот это используется жженый солод Но он здесь такое ощущение, что не жженый А как будто вот пьешь какую-то сажу, что ли Вот я не знаю, как это выразить Ну, грубо говоря, если бы квас был горьким То, наверное, он был бы такого вкуса Я подозреваю Потому что до сих пор она у меня оседает во рту И несмотря даже на то, что это пиво по акции стоит 39 рублей Я не готов ему простить столь отвратный вкус Достаточно! Вы мне плюнули в душу! Готов подвести промежуточный итог Именно среди отечественного пива Больше всего мне понравилась балтика нулевка пшеничная Потому что она приятно пьется Имеет такое фруктовое сладкое послевкусие Это вот прям можно сравнить с каким-то европейским бланшем Кстати, вот следующий он у нас на очереди Ну, как минимум во вкусе данного пива Меня ничего не отторгает И мне хочется пить его еще Что касается вот этих экземпляров То я бы не советовал Короче, все три не зачет Балтика зачет И здесь еще должен быть пятый игрок Жигули барная, безалкогольная Я остаюсь при своем мнении И это пиво мне по-прежнему нравится И пятым игроком виртуально вот добавим его сюда Так что два из пяти в принципе можно брать Ладно, так уж и быть И в завершении первой части этого видео Бонус! Подогнали мне все-таки вот эту звезду питерскую на обзор Правда, уже после того, как я отснял этот выпуск Но в любом случае, я думаю, грех ее не ставить Поэтому, Сань, спасибо тебе огромное за подгон Дизайн у меня, конечно, максимально дебильный Помните вот эту вьетнамскую звездочку Которую как ящик Пандоры Открывать только в крайних случаях Вот я думаю, с этим пивом точно такая же ситуация Поэтому давайте-ка не будем томить Сразу открываем и сразу же пробуем Ммм, хуйта! Ммм, хуйта! Ммм. Субтитры создавал DimaTorzok